друзья всем здравствуйте время у нас сейчас с вами не простое кризисное много переломных моментов кого-то кризис уже коснулся меня тоже кстати существенно так коснулся меня часть моих проектов пришлось свернуть там определенные источники финансирования тоже как-то так быстро иссякли но я не убиваю я скажу так пока делаю ставку на другие источники развивать другие направления сегодня мы с вами поговорим о том как быть если человек остался без работы эта проблема она может коснуться каждого и человека кто например раз работал кассиром и вдруг вот придется ему покинуть работу и генерального директора и того кто где-то может быть на удаленке по найму работу то есть случае могут быть разные да могут уволить или да по каким-то там непреодолимым обстоятельствам все-таки придется расстаться с этим рабочим местом вот на что обратить внимание как правило приоритет расставить я сейчас с вами разговариваю и как психолог и как человек который занимается управлением персонала обучение персонала и просто как человек который достаточно часто в своей жизни менял работу расставался с какими-то местами работы поэтому у меня такая все-таки комплексная оценка и надеюсь она более справедливо ну во первых что хочется вам сказать не расстраивайтесь не паникуйте это нормально в жизни у нас все подчинено циклом есть зарождение развитие там какая-то стабильность а потом умирание и все но при умелом подходе если вы сами на себя не будете махать рукой вот этот вот цикл когда вроде как вам кажется что умирание вы сами можете его совершенно новое возрождение сделать обратить вы можете куда вы знаете да вы можете построить все новую карьеру в другой сфере вы можете свой бизнес открыть вы можете отработать свои мечты найти можете улучшить отношения с какими-то людьми точек роста очень много я обожаю фразы они звучат по-разному причем они у кого-то из классиков ней и скажем так фольклоре статусном интернетов скандану есть из разряда что если перед тобой закрылась дверь значит где-то открылась окно ну вот не просто так какие-то двери в нашей жизни закрываются у меня было много в жизни таких перемен не всегда может быть эти перемены были мной инициированы и не всегда я была к ним готова как правило кстати как получается мы к чему плохому готовимся она не случается а все действительно такое неприятное может быть даже трагичное она вдруг происходит мы не готовы к этому но бывает так жизни все перемены которые у меня происходили они все в итоге были к лучшему я потом только иногда даже спустя несколько лет я понимала что насколько хорошо что все так произошло что я там больше не работаю что я больше не с этим человеком что я прошла через вот этот опыт поэтому вот то что с вами случилось не просто так случилось просто верьте то что лучшее впереди в абсолютно любом возрасте находит работу строит карьеру и все таки становятся счастливыми если мы сейчас с вами так глобально до рассуждаем по-разному очень к провалам какие-то проблем люди относятся я вспоминаю своего приятеля он не был период я был бизнес неплохой бизнес но так получилось что в кризис не в этот в кризис а в другой более ранний он там какие-то у бизнеса долги образовались очень все плохо до такой степени плохо что ему даже пришлось заложить квартиру и продать машину последний то есть вот настолько вот у него уже как говорится на подсосе там да было прям вот на тоненького но человек выправился и буквально где-то через год все нормально из залога вернул машинку себе новую купил все у него хорошо просто платье есть сильные люди которые концентрируются на том что они могут изменить что они могут исправить а есть люди которые вроде как кипит у них какая-то злость до агрессия но они ее вымещают на том чтобы ходить по сайтам там по чьим-то по формам писать негативный комментарий про то что они 500 раз смотрят одни и те же новости с одними и теми же политиками и ругают этих политиков там что-то в пустоту в этот экран высказывают по-разному люди себя ведут просто если вы очень много эмоций сливается на обсуждение какие-то на написание чего-то там а подумать а вам вот не жалко вашей вот этой энергии то если бы эту энергию направили на поиск работы на создание дела своего на может быть улучшение отношений с кем-то представляете как вам лучше стал бы а косвенные эффекты миру вокруг вас светлее лучше стало поэтому в конструктив направляйте свое дело и помните что нет ничего необратимого есть выход какой-нибудь выход но все равно он есть следующий важный момент оценить свои активы и пассивы но мы знаем да то что активы это то что нам приносит какие доходы пассивы то что доходы эти забирают поэтому адекватно смотрите нужны ли вам две машины на семью там с одним ребенком да если один супруг планирует дом на удаленке сидеть конечно всех критерий разный может быть меня сейчас смотрят люди владеющие очень большими состояниями может меня смотрят люди которые там живут в одной комнатке всей семьей поэтому активы и пассивы они всех очень разные что еще пример можно привести какие-то может быть абонементы куда-то можно ли прикрыть это абонемент если это дорогой абонемент уж какими услугами вы пользуете можете ли вы дешевле эти услуги для себя сделать это кстати касается не только частных лиц но все эти правила они к бизнесу тоже применим что бизнес кризис делает он избавляется от балласта избавляется от каких-то непрофильных активов о пассиву то есть принцип один и тот же следующий оптимизируйте затраты считать как вам выгоднее а выгоднее что-то где-то оптом покупать там может быть а выгоднее может наоборот что-то где-то под заказ но реже покупать и так далее то есть смотрите сами по вашей структуре доходов что вы можете изменить то есть вот как можно оптимизировать так и оптимизирует если это вам сейчас не надо покупать может быть и не покупать следующее внимательней смотрите что вам предоставляет государство льготы всякие учебные программы кураторы наставники деньги вступительные на малый бизнес какие-то пособия причем есть и на федеральном уровне есть и на региональном уровне посмотреть как все замечательно в москве постоянно там я и сама не москвичка я езжу в москву постоянно я вижу какие-то висят программы этих мы бесплатно обучаем эти у нас стажировки вот посмотрите прошерстите все что ей возьмите для себя что-нибудь и воспользуйтесь вы вообще-то налогоплательщик вы должны от государства получать забирать этот максимум на следующее соберитесь и обновите резюме но не просто шаблонно в какой-нибудь автоконструктор вбили вы даты свои вбили две-три обязанности а еще как многие делают скопировали там чье-нибудь из интернета поменяли на свои даты и все замечательно честно напишите простым языком новом отдельный мастер-класс по резюме дать если интересно вам напишите в комментариях я прям ролик отдельно на это сниму как надо писать как надо правильно писать своих достижений это обязательно как надо правильно выделять процессы и в процессе результат и этого не должно быть много но это не должно быть слишком мало это не должно быть работа с документами работа с аналитикой чинил машины то есть достаточно и все-таки полнота поэтому если интересно пишите рассмотрим с вами все правила составления резюме дальше все-таки чуть шире смотрите на свои навыки вот не только рассматривайте вакансии или какие-то сферы для своего дальнейшего развития в направлении в каком вы буквально вчера работали прибыли вы экономистом вы смотрите экономистом да смотрите чуть шире кем вы раньше хотели быть на чем вам уже удавалось когда-то заработать может быть даже сейчас вам это кажется как-то смешно абсурдно может быть вы животных стригали да может быть вы с детьми сидели бы все что угодно а вспомните вот зарабатывали вы на этом и нравилось ли она вам в целом ли как сейчас рынок по вот этим вот делам обстоит поэтому чуть шире смотрите и расширьте вот этот вот свой горизонт поиска вы одновременно и сами немножко переключите увидеть сколько у вас потенциала но вы и сами себе просто больше дополнительных возможностей создадите вот еще что я хочу вас призвать если у вас есть какая-то небольшая подушка безопасности если вот прям вот не трагично то у вас сейчас все в жизни все-таки не перебивайте с какими-то мелкими заработками потому что эти мелкие заработки в период поиска работы они очень затягивают и вы можете хорошее место пропустить вы лучше сосредоточьтесь на поиске действительно достойного места или на проработке какого-то дела лучше скажем так лишний раз съездите на какой-то собеседовать который думали там ехать не ехать лучше еще раз резюме доработайте лучше какие-то там онлайн встречи проведите но вот проработайте эту сферу дайте себе месяц два три сколько-то до адекватно какое-то количество времени на поиск достойного места работы а то многие как они работу потеряли они вообще на первую попавшись подработку согласились они ей занимаются а у них времени нет на собеседование сходить или они из-за вот этого ничтожные подработки они отказываются от возможности например встретиться с будущим работодателем или будущим каким-то своим партнером поэтому все-таки расставляйте приоритеты если что подрабатывать пусть вас будет гибкий график чтобы без ущерба для своей будущей карьеры могли как-то вот эти вот встречи назначать и дальше искать следующее подумайте над тем как вы можете монетизировать хобби но это в продолжении той темы что начал еще кроме своей работы основной можете зарабатывать но этих вопросов а как стать счастливее как заниматься самореализациями отдельный ролик на тему самореализации на канале можете тоже его посмотреть там подробнее мы эти вещи разбираем сейчас мы просто коснемся их немножко вот что касается монетизации хобби очень разные хобби монетизирует очень странные да есть инструктора по дайвингу они зарабатывают тем что они других учат есть люди которые вяжут и зарабатывают на это есть люди которые лепят пишут шьют и так далее и так далее вспоминать свои любимые занятия что кому из этого может быть нужно там сфера каких-то хендмейдов сфера спорта а может какой-то консультировать в какой-то сфере она все равно живет она и будет жить покопайте себе не стесняйтесь конечно это отдельная тема как вам продвигаться как он продвигать ваш личный бренд я как все-таки не только психолог я маркетолог я продажник с 18-летним опытом если вопросы есть пишите в комментариях отдельные видео снимем ссылочки вам на полезные материалы пришли у меня очень очень много материалов на эту тему я все-таки прежде всего консультант в этих сферах дальше подумайте вот в этот период пока вы ищите работу пока у вас переломный такой некий момент произошел в жизни как вы можете подтянуть другие сферы вот есть у нас жизни некоторые такие фоновые сферы например творчество может быть отношения с родителями отношения с друзьями может быть какие-то проблемы со здоровьем которые пока так еще у прям нас вот не уцепили крепко так они периодически помидевают подмигивают нам да и я здесь в общем то это у меня есть ты не забывай есть такие сферы вот пока вы например ищите работу там учитесь возможно вы можете над этими сферами поработать и знаете как вот что сложно что плохо получается в период если вы оказались без денег без работы какие сферы плохо получать налажив другие какие-то очень важные для вас сферы например вы хотите выйти замуж не можете вас не устраивает то как у вас сейчас личной жизни и вы работу потеряли и вы такая вот раздраженный вся вы ищите эту работу и вы вот прямо сейчас вам срочно замуж надо быть скорее всего и там там плохо получится потому что одно вот этот неопределенность неуверенность будет снести на другой поэтому лучше фоновую какую-то проблемку решить устроиться на работу будете активнее на свидание ходить там может быть вам как спокойнее будет поэтому не надо сразу несколько больших проблем решать одна большая проблема другие фоновые но тоже уделите время может быть вы сейчас как в какой-то период времени вас времени побольше стало вы можете больше с родителями общаться как-то друзей своих по-новому узнать может банально в квартире наконец-то все прогенералить расхламление вот это вот легендарное сделать которое проверено доказано много раз на собственном опыте которая как раз помогает и улучшить состояние каких-то сферах жизни в данном случае проработал говорит следующее используйте большее количество источников поиска вакансий но не надо замыкаться например на одном хэхэ или на одной суперджоп или на одном авито или чисто на том что вы например консультанта наняли и ждете когда он вам что-то сделает максимальное количество доступных вам источников есть группы в соцсетях есть какие-то частные консультанты которым кстати в том числе можно и бесплатно прийти например я провожу часовую бесплатную skype консультацию меня вопросы есть карьерное консультирование есть самореализация то есть фактически карьерный коучинг колот коучинг познание себя саморазвитие можно ко мне прийти час пообщаться там что же я вам исходя из своего опыта какие-то полезные штуки накидаю исходя из вашей ситуации примите конкретно к вам но чем больше источников в этот период тем лучше знакомых обзвонить почитайте что у них на страничках написано многие сейчас своих бизнесов вакансий у себя же в аккаунтах размещаю поэтому активнее смотрите ищите что-нибудь обязательно подвернется следующий я уже упомянула если есть материальная возможность временная возможность коучу психологу сходите поговорите новые какие-то возможности в себе поищите потестируйте но опять же если есть вот к этому желание разбираться немножко да в себе это отличное время для того чтобы чуть по новой на свою жизнь посмотреть и возможно что-то в ней изменить что-то перестроить следующий конечно же отличный инструмент это учеба опять же я все понимаю все упирается в деньги но кстати смотрите может быть какие-то бесплатные есть курсы учебы смотрите на то что предлагают ваши власти там какие-то государственные учреждения варианты есть просто искать надо и если может быть вы всегда мечтали на кого-то или на что-то выучиться отличное прекрасное время итак друзья что я вам хочу сказать если вы остались без работы ничего страшного это нормально каждый может оказаться в этой ситуации и кстати оказаться в ней не раз и не два в жизни тем более сейчас когда кризис когда очень много неопределенности до ваш работодателя отчасти может быть они даже сами не знают что дальше будет и как они вам могут что-то на сто процентов гарантировать поэтому сами для себя будьте другом будьте поддержкой больше действия активных но действий с умом не просто сливаем всю свою энергию непонятно что а действительно ищем действительно рассматриваем внимательнее будьте к своим сильным сторонам к тому за что вам сильно платят за что вас ценят если есть у вас желание прийти ко мне на консультацию по карьере по психологическим вопросам пожалуйста записывайте контакты все указаны под моим видео также есть мой сайт вера бо . ру как вам удобно пишите в соцсетях пишите здесь друзья я желаю вам никогда не унывать никогда не сдаваться если сегодня что-то у вас не получается если не получается с работой с бизнесом завтра верьте мне все будет лучше это будет в том случае если вы не будьте себя игнорировать если вы будете искать если вы будете предпринимать какие-то адекватные но все-таки активные действия все лучшее впереди желаю вам хорошо пережить удачно пережить этот кризис и стать еще сильнее еще богаче еще мудрее за этот период